Короче, после этой игры я вам покажу сетку, ребята. Занимайся делами своими. Ну что, ребят, браток против Аверса, это БУ-1 стадия ещё, поехали до одной победы. Короче, а что у меня написано, как называется, трансляция моя. Всё, ГУ-ФСК надо переменять, что началось. Так, и здесь редактировать тоже надо. Так, это я вам Аверса показываю. Может, фаст батлкрузер, может, как я? Да не, на самом деле, нормальный тиран за контрик изи батлкрузера. Одного в начале, там, два-три викинга просто раскайтить его и всё. Всё, чаёк зашёл на ура. У Паши ЦЦХа разведочка идёт КСМ-кой после рипера реактор, сразу факта строится. Здесь всё раньше, конечно же, у Аверса будет, безусловно. Так, рипером Аверс уже вперёд летит, зато разведку сейчас запустит. Второй рипер строится. Успеет депохи закрыть? Не, не успел. Это ошибка. Что-то пухи не успел закрыть. Ну, зато уже отсюда КСМ-ка никуда не денется, стопроцентно. Здесь баф, октана, реактор перелетит сейчас и будет по два делика в заказе. Я думаю, что изи браток отобьётся здесь в итоге. Так, здесь браток Аверса рипера принимает. Аверс криво вылетит. Ну, что такое, ну аж прямо улетать. Короче, подставился. В итоге вот эта вот движуха вообще не... А, это рипера циклона. Вот это что вообще, это не рипера, гелионы. Надо ехать вперёд. Чё-то циклоны здесь-то... А, циклоны на медиваке туда полетят вообще. Это интересный очень расклад. Кстати, кстати, кстати. А ведь циклоны сейчас разваливают, что надо. Но нужно успеть прилететь до того, как готового паша будет циклон. Потому что если они будут готовы, то это провал сразу. Они будут готовы, они быстро достаточно строятся, как я вижу. Или это Харас будет просто? Возможно, это просто Харас будет со стороны Аверсы. Пристройка завершена. АСФ готов! Даёшь, развальку. Крызым готов! Крызым готов! Продолжение следует... Так, тэпошечку тут Аверс подрезал очередную Паша. Викингом пытается принять. Ну, циклоны дропнутся, конечно, но... Почти сбил Медивак сейчас у нас в итоге. Браток Аверс пытается перехватить. Викинг сзади летит. Циклончики, гильончики, точнее, сзади едут. Всё в центр приезжает. Минус рипер. Здесь надо встречать, принимать. Ну, тут нам в бусте улетает. В общем, Аверс в итоге... Ну, если буст кончится... Он кончится, можно захватить Медивак-то сейчас. Ой-ой-ой-ой. Успеет? Не, не успевает. Не успевает, браток. Это всё сделает. Так, заезжает на ХГ. Ну, Викинг можно посадить. Сейчас заехать, например, с Викингом вообще. Улоп, упевший ты, что ли, судя по никнейму. Что-то ты там плохое говоришь, по-моему. Вот он не нравится. Так, самое интересное. Смотрите, у Аверса больше лимита сейчас в какой-то момент было. Да и сейчас до сих пор. И рабочих больше. Самое интересное. Так, братка Викинги. Поперёте, здесь третий ЦС-щик. Аверс играет мех, кстати. У него есть Рэйвен. Ну, здесь тоже Рэйвен есть. Так, братка Третья. Третья, прямо на третьей базе ЦС-ха пошла. Чё-то сопла и облупкают у Аверса нелепой. Так, чё, гагаплеера нет? Чё, нет, всё есть. Просто... Просто опять надо нажать. Так, опять тут Аверс летает геликами. Подхарасил. Ещё рабу в братку наубивал. Я пропустил этот момент. У братка синяя пламя, все нормально наубивал, я вам скажу. Да пошечки контрольной здесь не было. Она была выгода. И в итоге это было неожиданностью для Паши. Вот этот урыв. И вообще у Аверса больше лимита сейчас, кстати говоря. Чё-то Аверс... Ошалел, что ли? Ошалел. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, полуопупевший Две минуты задержек, помните про это 125-111 по лимиту в пользу Аверса Парабам тоже в плюсе, я смотрю Три фактурки уже работать сейчас начнут Что-то гелики по центру ездят У Аверса есть синее пламя, да, присутствует синее пламя У Братка тоже есть Браток выдвигается вперед А, Браток тоже в мех играет В итоге мы мех на мех наблюдаем Интересно, интересно Так, минка едет, минка минус Сразу же Аверс канет Видит сколько Братка, Браток назад попер У Аверса реально больше И Аверс шарит в мех игре Дуреточки здесь нет Так, здесь опять какой-то заезд Что ты будешь делать Еще 4 КСНки Аверс сжег Братков Ездит, ждет Не по-детски Аверс Сколько по викингам Очень важно контроль воздуха Вот в таком матче 9-9 и по Рейвену Вообще одинаковое количество И оба строят викингов, между прочим Так, Браток сканет, поехал в центр Плюс один чуть раньше у Аверса Чтобы вот здесь гелики уезжают спокойно Так, 160-154 Что-то туда-сюда ездит Ну, я думаю, 200 на 200 уже замесы начнутся Здесь второй Старпорт Надо, короче, заполучить контроль воздуха И построить одного Либератора И просто разваливать Позиционно там оппонента Как бы с танками Вот, ну это просто сказать Но не просто сделать На самом деле Такой расклад Так, гелики заезжают Объезжают Браток видит Пытается принять Станчики рядом Сейчас проедет Куда-то Аверс вообще не контролит Ёмаё, гелионов своих сейчас бы зазалкнул КСМ-ку забрать, например Не успел ничего забрать Паш принимает все Так, у Паши вторая атака пошла На технику наземную А у Аверса 1-1 Воздушные, кстати, грейды Что самое интересное А сколько викингу за грейды? По единичке же, наверное, да, дэмон же Или больше? Так, гелики в гелики Хрена драться по половине армии С целой армией оппонентов Вообще не понимаю я Так, у Аверса больше Викингов стало уже, кстати Торы там поперли какие-то Так, четвертая цеха Перелетает там уже Сканит Аверс Видит, где браток Заходить смысла нет Сюда, Паша Еще и Минка здесь В скан не попала Может жахнуть С Флэшем там прилететь Нормально Так, еще два Старпорта У паштета пошло С Цеха Аверса Нагонец-то садится Добыча, наконец-то-таки Начинается Нагрейдить планетарку Че-то потерял Аверс позицию, по-моему Или это нормально Нормально успевает Успевает занять Танки в Сич Так, Сихерончик пошел Ик, сломался Сикерончик Сколько он рейнджа теперь Сто единиц урона Наносит Сейчас же есть на Сикер Все еще Грейд Смотрите, опять Аверс Нажег рабов Было восемнадцать Сейчас еще двенадцать Жег Блин, Аверс Братку-то тут поджигает И здесь, кстати Непланетарка на четвертый Самое интересное У Паша Как-то тут ХЗ Завязываем Всякую Чушь Чатики писать Че не чушь Но К Старкрафту Отношения не имеет Еще никакого Так, Либератор Прилетел Он должен был драться Явно с землей По Викингам Кто выигрывает Браток Проигрывает Воздушную дуэль И сейчас прилетит И сюда хоть один Либератор То будет больно, Паша Это стопудово Но Либератор Вот он Есть же Либератор Че стоит-то Я чуть не понимаю Дал построить туретки Просто сейчас прилетел Разложился бы И все Было бы замечательно Нет Дал братку Здесь просто Занять позицию Браток, кстати, в рейвенов Играет Реактор ран Перекалиброванная Взрывчатка Кто ее там Перекалибровал-то Блин Аверстанщиками, кстати, Хитро объезжает Сейчас вокруг Но это тут Застройка Что дает-то Как бы в любом направлении Можно свалить Просто получается Так Танчики Вперед Плюс Хлбаты ЦС Недянычка Двенадцать часов То есть базы Занимай Не хочу Просто Бас-то много Здесь можно занять Все равно Так Три тора У братка Первых появляется Заходит Аверс на ХГ Просто уже танками Своими Надо засиджиться Просто И все Что Аверс и делает Сейчас в итоге Жесткий демош Прилетает Здесь авторели По торам Залпают Одного тора По отбрил В это время Центр Зачищает Аверс Сейчас Сенсор Товара Туретки Будут выбиты Все Так Политопы На стриме У нас нет И всякой там Национальной Темы Потому что Иначе Еще быстро Начнет бомбить У кого-нибудь И это Ну не нужно Здесь Вот Приходит Аверс Смотрите Побеждает Дуэль По воздуху Есть хоть Один Либератор Здесь Бежути В этой Аверс Не вижу Ни одного Либератора У братка Лимита меньше Ну а по поводу Твоего вопроса Да Немножечко Было Такое Чувство У меня Но Даже Не немножечко Может Но судя По всему Да не судя По всему Еще не Конец Этой Танки Бородка Уничтожает Здесь Блочечко Бородки Ну кстати В этот раз Браток Выигрывает Дуэли Тут Скоро Минус С этим Может И не три Минута Тут Все будет Это Длиться Дальше Браток Еле Еле Но Сдерживает Этой Атак 3-1 У него Грейды Здесь 2-1 Одна Атака Всего Ну Воздух 2-2 Ваверсы Ваверсы Надо продолжать Грейды Делать Я На его месте Сделал Наземную Например Атаку И воздушную 3-2 Месторождение Минералов Выработано Все Ра Еще Минералов Минералов Это Минералов Љ Л Л Так, очередная база тут лаверс. 3-3 грейды рейндж с либератором пошёл. Три рейвена уже делаются. Жесть-то какая просто. Здесь фарш заезжает. Обнаружил в прокси, кстати, базу вот эту. Так, здесь банши хоррасят жёстко. Ну, они без му, правда, эти банши. Браток заблочил фасадку. Пошёл замес. Лаверс таверс братка. Викингер прошу. Сейчас 3-3 на воздух вообще будет, жёстко будет. Так, сеточку держи, кимчензерк, сеточку. Ну, кстати, по лимиту пока у братка ещё и парабам сравнялись, вот ка вот эту прокси базу убил. Если браток каким-то чудом замес выиграет, то может ещё и перевернуть игру эту. Ну, ТЗ, выиграет ли он, перевернёт ли, это уже другой вопрос. Здесь заезды геликов идут. Ой, как больно сейчас будет с Аверсу. Гелики-то 2-2, между прочим. Даже 3-2 уже гелики. Аверс идёт вперёд, здесь дефентроны, пас-бой. Принимает авто-турели, пошли, ой, как авто-турели больно бьют. ГГ, браток, бейте. Аверс побеждает всё-таки в итоге. Такие дела. Ну, молодец Аверс, короче. Так, Коу там что-то 8 минут уже ожидает. Ага, Милка. А, Коу просто ждёт оппонента. Сейчас Блай с Милкой будет играть. Победитель с Коу. Интересная, кстати, часть сетки. Димага с Касом, возможно, в третьем туре встретится. Хотя тут Дэми Лав, который неплохой, достаточно зерк. Рядом находится Стрэндж, который, возможно, встретится с мейджером вот здесь. Хотя мульти тоже там что-то может, может, выбьет. Навряд ли Стрэндж выбьет. Леморс этот. Револьвер есть, кстати, здесь смотрю. Тоже контрол есть. Минаты снизу к Киану. Так. Ну, напряженная сетка такая, я вам скажу. Будем смотреть. Да, больше 64 пришло людей. Так, это провал был сам ИВК, ИВЦ. Вставляю так, чтобы картинку видно было, а не этот бред. ИВК, 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 ИВК. Так, ИВК что-то ожидает. Будет Милка играть-то или нет, минимум. ИВК, 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 ИВК. ИВК, ИВК, ИВК. Так. Прошел инвайт. Говорит ли Вальверчик? Играет сейчас немного, скоро будет больше времени. Ну, хорошо будет хоть смотреть что-то, да. Вот, отлично. Тем более, там пока игра не началась. Милка Блай. Интересная дуэль. Милки Нипп на картинке. Поможет ли сила Ниппа Милки. Последнее время, интересно, отыгрывал он. На квалификации удивил. На предыдущие второе место занял. Братком 1-3 в финале сыграл. Даже выиграл карту, но... Что поделать. Ну, что-то сегодня у братка неудачный какой-то старт. И он проиграл. А, у Ревы снуд там дальше, кстати. Опасный очень оппонент. Хороший составчик такой на Гуфуэска. Нерч, есть, нут. Илайф, намшары всякие. По тиранам. Хозею термал есть. Ой, хороший состав. Такой попробуй, так Гуфуэска, тащи, блин. Тяжело, тяжело. Противник атакует рабочих. Так, все, я здесь, ребят. Так, все, я здесь, ребят. Ну, что, ребят. Отвлекся на секунду. У мелки, кстати говоря, два гита, нексус билд. Посмотрим, что из этого интересного выйдет. Надо газ на втором, нексусе уже ставить. Здесь нет смысла этот газ стрелить просто дроном. Пробкой, точнее, у него там хп. Точнее, броня даже одна есть. Адепт, вперед, погнали. Так, адепты на хай-граунд поднимаются. Чем Милка сюда зашел? Ой, как адепт на халяву, два одного зажал. Точнее, ничего, Милка не убил вообще. Это полный прок, вау. Два адепта отдал, ничего не убил. Или линк там хоть погиб. Да, один линк погиб, но это смех шножик. Изначально до Ка заходил. Не надо было телепортироваться, никто вообще. Это, конечно, ничего не значит пока. А здесь еще есть контр забегания. Адлая прокатилась, он лингами зашел. Сейчас добегается до Мула в итоге. И с Мулом просто будет Милку убивать. Еще эволюшн пошел. Блай решил, короче, не тянуть время. Милка не строит юнитов. 400 минералов. Это ошибка. Сейчас Блай забежит и убьет просто. Через там несколько секунд мук будет. Нету еще. Да, сейчас мук, смотрите, будет. Надо идти просто пилом на рампе сбривать. Забегает Блай. Пишем ГГ в фон. Что-то Милка здесь хреньку это делает. Что-то у Милки прибомбило маленько. Но тут Блай для Блая какой-то легкий фраг оказался. Просто не знаю. Так, у, кстати, Блая ждет. Блай. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну что, сейчас все начнется. Поехали. Гл обоим желаю. Коу против Блая резко после Милки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, FreedomPodcast. Это все еще был один, давайте смотреть. ДимаTorzok Научив Старик катать, эй ты. Как-то обычно не так просят, да, как бы, но эй ты, учись. Вот, пожалуйста, смотри. А так все предложения в личку. Субтитры сделал DimaTorzok Так, это дрончик разведывательный был здесь погиб, судя по всему. А, он еще и пробку чуть не закусал, я пропустил этот момент. Укол, узелок. Здесь еще один пилон надо поставить и закрыть просто проходку. Да, вот здесь узелочки, все. Стенка полная. Пробки уже на вторую поехали сейчас. Еще пробочка здесь минералов не хватало. Закрутку, здесь пробку. Ногу поиска в утро начинается с одной четвертой. Помните об этом, ребята. Помните. Что там у нас по времени? 16.43. По времени. Сдержанно мелко. Да что там комментировать? Милко ошибается просто. И, ну, даже юнитов не строил боевых. Сблайм вообще, вот именно сблайм, нужно условия победы главное. То есть, это не там какое-то жирное макро или что-то там такое. Сблайм главное условие победы, это четко контролить, особенно начало. То есть, готовым быть как с таким врывом или дропом. Сблайм ругал. Хочу ругать, если ничего не происходит. В итоге так ничего и не произошло. Так, ГГГ года? Нет, ГГГ года надо убрать. Нет, я подзабыл что-то, что там ГГГ года. Влетает кул оракулом. 4 дрона, уже минус. Что боится такого, не понимаю. Пилил бы дронов, допилил. На мейн врывает. Здесь королева есть. Решил не отдавать оракулы, а можно было попилить. Сейчас 30 энергии можно врубить, дронов забрать. Как мне кол? Он всегда был интересным игроком, но он был раньше интересным, необычную тему делал, но на уровне слабеньком играл. А сейчас у него как бы и уровень вырос. То есть, он бьется на топовом. В СНГ, по крайней мере, уровне. Вот, и тоже какие-то интересные вещи делали. Так, голосовал, попросите лужу, в частности, кто-нибудь зафилит. Мне неудобно, я из игры стримлю. Вот, лейрублая. Роуч воренщи готов укол. Третий некс уже начинает добываться понемножечку. Так, и ты, там роба пошло. Всё пока чётко, всё стандартно. Так, фениксами кол тут подхарасить, пытаясь, пару оверов выбил. Да, пару оверов два убил. Здесь стадисная ловушка интересная. Камни пробиваются. Бах. Всё рассыпалось. Делается блинг и форжа. Ну, блинг. А ещё у нас роба бэй, блинг, роба бэй, блинг. Интересная какая тема. Блая мув. Смотрите, мув с рейнджем гидры. Вот этот грейд заказан сейчас. И первые гидралы начинают выходить. Три уже есть. Блин, вот шесть адептов укол. Не, ну поначалу они гидру сдержат, эти адепты. Но если Блая сейчас нанесёт удар до готовности там колоссов, или ключевых вот этих юнитов, будет для Блая всё хорошо. Выбивает на халяву пять пробок Блайкоу сейчас. Это не нужно было делать, не нужно было потери снести. Так, адепт пришли, гидру шатает колк. Так, адепт на мэне. Ну вот, на эту гидру зря колк согрелся, только отдался. Нужно было идти сюда мимо лингов, кайтить гидролис, вот этого забирать собак, буду ходить сюда, и люди в обратную сторону стараться пустить, так время бы затянул. Первый колосс в продакшене, успеет он вообще выйти? Я хз даже. Еще у Блая там. Восемь гидралов, два от слингов. У кого нечем отбить. Сейчас и гидрала будет не восемь, а восемнадцать. Беллинги попёрли, и там ультрали этот Беллинг. Фу, Беллинг. Люркерден пошёл, я что-то заговариваюсь вообще. Сработала ловушка статисная. УКУ готов. Первый колосс идёт гидробейлинги, вперёд идут. Зарвались пилоны, колосс не может ничем помочь армии своей. Изрывает, влажь, все пилоны, по тонку падает. Ооо, 130 на 90. Это минус кол, ребятки. Это минус кол, скорее всего. Как-то кол здесь надавал адептов. Тайминг гидры не прочувствовал. Нечем встретить его. Влажь идёт дальше. Ну, быстрая влажь разбирается, как-то пока по сеточке. Кас. Димилав. Димага. Стрэндж Мейджер, ё-моё, успели они начать уже или нет? Четыре минуты в игре, Стрэндж. Чёрт побери, успели уже. А Димага, чё там? И Димага две минуты. Как я не успел? Может, Стрэнджа Мейджера кто-нибудь стримит? Дайте я посмотрю. Манч-то крутой. Бо-1. Так, нет, тут Юптермал. Может, Ларди стримит, я не знаю. Блюнер, чё там, короче. Нет, никто Стрэнджа не стримит, короче говоря. Я жду наших тогда. Очень жаль. А Стрэндж сам не стримит сегодня? Не, не стримит Стрэндж тоже. Голосуйте. Кстати, Мейджер Стрэндж победитель как раз на часть ветки касса попадёт в свои димаги. Ждём димагу. Если в любом случае касс будет с кем-то играть, там как бы, либо с димагом, либо с Деми Лав. Можно, кстати, димаги на ФП посмотреть сейчас. Так, а Минад, с кем бьётся? Не разим Тейлз там. Ну, я лучше димагу подожду, потому что там с кассом, возможно, он будет биться. А это будет интересно. Ну, Диме для начала надо выиграть. Ну, Диме для начала надо выиграть. Ну, Диме для начала выиграть. Продолжение следует... Тут демага все видит, видит, что раучи. Я не знаю, насколько там раскачен третий, кстати, третий охотовый у Деми Лав. Говорите, демага что вообще делает, я не понимаю. Демаги есть несколько раучи, он мутку будет какую-нибудь добавлять там или что-нибудь. Запугивающий выход. Это то ли гидроден, то ли яхз, что там строится. Я думаю, может, шпиль у Демаги есть. Нет, шпиля нет. Так, скоро эту игру глянем. Быструю руку начну делать. Так, что будьте внимательны. Хорошо. Нет. 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 Так, зафаербулил там Увера Димага, золото Не уставится Так, Демилав тут сам наглеет Что-то увера в Димаге шатает Не такой лимит тому сейчас у Демилав Демилав тут сам Что-то Димаг фаерболов-то пару не кинет на Демилав Пошел вот первый фаербольчик Заказ там, роучки, грыды не знаю Какие у кого в плюсе Так, ну Бейна у Демаги сейчас появится Нужно быть все предельно аккуратным Попели бейлинги в руч Ой, там гидры Сколько много у Демилав-то Пробрей здесь Демага Я даже хз Еще бейлинги доделались Бейлингами надо именно в гидру Грызаться, стараться Нет, Демага здесь в хлам убивает вообще Бейлинги, видимо, подрешали Ну конечно, какие индусы против Демаги Индусы против Демаги не работают Я вам честно скажу Идет Демага убивать уже Демага убивать уже Что-то резво отмасился там Демилав Смотрю, Демаги золото, зато там качает вовсю Будет с бейлингами врыв Интересно делать Дима Ну, Лингов подстраивает На бейлингов, что-то газа нет Смотрите, газ один вообще не добывается На базе дальней Почему? Так, на золото Несколько ровущей забежали И на третий там газ Главное самое, что не добывается Так, записи я все выкладываю Просто сейчас произошла задержка Так как стримов было много Вот Сегодня выложу все, что не было выложено Так, ну 200 Демаги Надо заходить биться Врывается Дима Там меньше явно лимита Чем 200, это видно даже по армии Демилав сейчас Димаг заходит И громит просто, по-моему, в хлам Да, мясо загромил Там газировки зашли Ну, ГГ сейчас будет писать Игрок из Индии Фаерболами Прирост будет убить сейчас Если это были муталиски То это полная печаль Потому что кроме свитча воздух Я не знаю, что Демилав может спасти Да ничего не может спасти Даже в мутку свитч не спас бы, я думаю Так, сейчас против кассы Прошу заинвайтить Что-то я strange не наблюдаю А кажется, что он слил мейджеру Да, мейджер выиграл stranger Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, быструю руку устроить Традиционную, что ли Амперсант активировал премиум на ваш канал Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, я здесь, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Просто я попрошу проверить, как бы, на какой канал активируется этот фремль. Ну, если будет много, попрошу пролазить с человека, если будет наглеть, конечно. Но ладно, френь, с ним один ушел, ничего страшного. поехали короче димага против касса это был один все еще у нас стадия получается да да так и должно и так и есть 1 восьмая у айсматизм у него тоже был один а и следующая будет один получается ну ясно все правильно че так внутри выиграл касса димаги победитель с мейджором будет играть а мейджор ну очень сильный оппонент кстати бла и в этой части сетки тоже находится у минат еще там жестко талис помолай ключ везде все жестко везде все джойстку а Так. Ну, неплохо Кастрипером. Нахарасил, ребят. Все, больше не отвлекаюсь. Муфлингом здесь. Ага, гелики. Гелики, Старпорт, моряки не строятся. На хелбат уж не похоже, на врыв геликами похоже, в принципе. На врыв геликами, в принципе, похоже. Два есть, плюс еще два строятся. Пошли мультики новые у Каса. Сейчас добыча увеличится серьезно. 950, а сейчас, хоп, и не меньше, чем у Зерга станет она просто. Даже побольше сейчас добыча за счет мулов. Просто обгоняет. Ну, это нормально, что тут говорить. Мулы есть мулы. Инвиз бандшама, 4 гелика поедет, холи. Ну, Димак, хорошо тут 4 гелика этих принял. Не дал Касу уйти. Но экономика у Каса все равно хорошая. И третья цельщика, и бандша полетела. Но спорки ставятся, спорки ставятся. Стим уже заказан. Когда начнется продакшн каких-то юнитов-то? В общем, никаких-то юнитов бараки, как раз, будет заказывать. Непонятно. Еще одна бандша делается. С哇! Игорь въедет! Сау! Сау! В общем, я сейчас не знаю. что она не горит, мы просто влюбимся вон. Режиссер. Игорь вебинар. В общем, я не знаю. третью пищу димага раскачивает парабам бровень с тираном идет на вот сейчас это уже не очень хорошая старта вот до заказ очередной рабов вроде как больше стало layer только-только заказ сейчас минус два дрона даже больше чем два три четыре минус дрона спорки 2 есть как бы на переходе ну блин они ничем помочь не могут этим рабочим очень проблема 1-1 указа димаги раньше арморки похоже коготь 3 сэшка летит на третью базу плюс бараки еще два дворец 5 бараков очень скоро указ заработает здесь оставлена лаба под что-то в будущем возможно она пригодится а вот факта может прилететь на лабу ну судя по всему и не будет уж косминки подстраивает так два барака с реакторами так на 3 макро хатка четвертая уже 2 2 армору димаги кугать ну смотрите как крипом димага заплодил касс вообще не чистит ничего 2 армор раньше чем указ игры 2 указу ток-ток армори доделываются на 2-2 заказывать быстрее кстати есть ресса на 2-2 димага 2 кугать торчит пока не делает вот 2-2 коз заказал а коготь первого еще не готов был вот нужно сейчас и второй заказывать коготь как можно быстрее димаги еще он будет отставать пока заказа нету но я думаю что тянуть димага с этим процессом не будет указ какой-то тайминг щитов странный но у него понятно он с одной лаба играет без щитов приходят колбаты марики минт 2 банши живых жесть то какая димаг со всех сторон накидывает сейчас минка своих мариков расковыривает жестко банша минус хлам димага касса просто вообще раскатил сейчас молодец дима то смотрю так предыдущий развил касс его пробревал 13 дронов сразу прогрейт вспомнить бы еще с мейджером нельзя будет так а вот и прогрейт вспомнил молодец блин с такой игрой мейджер конечно шатает дропа это дава дропа это дава над димаги помнить про эти руку ну даже если помнишь у мейджер так другую сможет все равно как бы не победить на самом деле так здесь вот полетели там юниты заказом они полетели не у не точнее 2 медивака на 4 будет или как на 2 будет сюда 4 подливать так димаг не атаковал то он мог бы сбить просто уже медиваки эти вот на вторую базу в итоге касс летит здесь есть чем встретить королева лингов просто не пускает сейчас запустил димага один медивак сбил второй живой 143-134 хайп шпиль здесь плюс продакшн касс наращивает плюс бараки пошли в арморе грейды ники не делаются не армор ничего на технику не делал за копчика минком пошла так а где факта вот она вторая пока по три минки и ну минки опасно вернулась все колдскулу на минках на минках битва идет как раньше так что нам за суку кидают наши войска атакованный стрим как на мошенник туда едет там постоянно в америке по-моему это происходит так там минус марики где-то димага везде вроде как отбился 3-3 у касса у димаги 1 ультрала уже заказан где вообще димаги на войска то все 84 линги то есть бэйлинги вот линги сбоку бэйлинг есть марики до бэйнов накиду ой линги до бэйнов накидываются димага что ты делаешь так хорошо предыдущий раз подрался и так мертвого в этом всю базу придется сейчас отдавать потому что не ну это бэйлингов маловато здесь как смотрите сплит от касса даже такое бывает загружаются выгружаются марики мародеры к 160 на 130 все ультралов не успел отстроить переселяй базу блин рабочих на димаги уводить на дальнюю просто и все вот на эту еще шансы есть потому что ультралы сейчас попрут больших количествах где первый ультрал должен быть уже линги выходят на муис не 180 на 120 как-то мне кажется беда ну вот один раз подрался хорошо димага второй раз просто подпустил касса на муви слил лингов и до бэйлингов вообще конечно надо лучше драться чтобы можно было перевернуть ультра уже с так 3 армор через 15 секунд будет готов ультры уже несколько штучек есть уникальный грейд есть армора 6 сейчас 7 будет и можно будет нормально драться еще есть шанс если замес на ультре вытащить димаги то можно может быть все и хорошо будет но у касса минок 12 штук и они кстати с грейдом закупщики что самое главное так ультра тут камни пробивает касс что-то ходит везде крип выбивает димага собирается врываться будет врываться то димага нет пора атаковать бейлинги на муви минки все уничтожены практически ультра вгрызается вот вам и переворот о котором я говорил касс просто на крипе за лунтика врубил минки на муви слит все на муви 130 на 120 переворот от димаги еще и грейды армора превышает атаку касса это крайне важно в такой ситуации на ультралах караптеры кстати медиваки шатают нужно бэйнов подморфить и шатать убивать мне кажется так минку забревает димага трансфюзы по ультре пошли так неплохо как тями махают точнее лишнями своими ультралы махают вы как бейлинги здесь в этом проходике зашли ультра прогрызается внутрь бэйны идут вперед залп пулингом делают бейлинги надо заходить наверх что-то прослучилось у касса секунду просят так поехали я оказался здесь в игре судьей возобновляем 154 134 караптеры помогли тоже у касса ксм киномуви врываются просто все сразу уничтожены этого 164 42 касса в здесь димага убивай ультрой ты чуди мага тупит вот ультра вперед идет начинает крошить просто био касс даже не контролит ничего покрошило все в мясо 150 на 110 а здесь то есть чем отбиться три королевы приходят один ультрал пришел сейчас загружается касс улетает а здесь везде короче димага все убил похоже на то что перевернул димага просто что здесь надо кассу делать чтобы выиграть димага что ультралов перестроил десять штук куда их уже блин столько много-то и 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 касса занимает здесь база я чуть не понимаю так раз минка выстрелила надо что-то делать атаковать либо либо не атаковать мако второй вариант убирать Под Либератора полез. Ультры много, а Либератор падает. База падает. Последняя касса. Ультра гонит био. Со всех сторон тут что-то линги накидываются. 70 на 160. ССФУ упадет. Сейчас планетарочка не выдержит. Да ничего тут уже не выдержит. Димага против мейджора будет биться. Это интересный будет матч. Димага против мейджора. Димага против мейджора. Так, ну жду вам. Димага против мейджора. 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 Ну что, ждем демагу мейджера. Говорю, чтобы демага плетки ставил, не стеснялся на лейте, потому что с мейджером пригодятся. В любом случае, бывает минералов много просто. Продолжение следует... Понял. Спасибо, Изи. Копирую. Так, заинвайтил Наруто. Все, ждем начало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, демага против мейджера, ребят. Это все еще Бо-1, поэтому шанс тащить, я думаю, хорошее есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну тут рипер факта у нас получается. У мейджера еще реактор пойдет. Стандартный достаточно опенинг. И не дабл дроп нифига здесь будет получается. Шесть слингов заказывает Дима. Мейджер начинает контролить. Ничего пока не убил, но и хорошо. Ну это линга уже одного подрезала. У нас, наверное, все, что он подрежет, потому что королева вышла. Линги тут на хайграунде. Линга ждут на патруле. Рипера, простите, ждут на патруле. Линги на хайграунде. Мух скоро будет готов уже. Ну, посмотрим, когда мейджер назад полетит. Демаги нужно как можно аккуратнее криптуморы ставить, потому что рипер может сразу же, пока он хп набирает, только минуснуть один из криптумор. Так, Демага ставит криптуморы, королев вперед выдвинул. Мейджер видит криптуморы эти улетают. Сейчас будет восемь дронов заказано. Тут у нас, так, геликов достаточно много строится. Демага прекрасно видит. Старпорт на лаву будет, судя по всему, банша. Так, все, линги с мумом. Здесь гелики первые приехали. Надо еще пару лингов, наверное, Демаги заказать. Так, криптумор вперед потерст. Может мейджер отменить его? Нет, не может отменить его пока. Надо в третью хатку выходить, как 12 лингов Демага еще добавляет. Геликов будет шесть в итоге штук. Инвиз банше, но это фейковый. Инвиз рэббен пошел. И армари. То есть это хелбат пуш будет со стороны мейджера. Такой у нас получается. Ну, Демаги много королев. Но, правда, он не продолжает их строить почему-то. Сейчас мейджер спалит, что нет Роуч Ворона. И он поймет правильность своего решения. А, шесть королев у Демаги. Ну, шесть это много на самом деле. Это много. Роуч Ворона пока не планируется. Но, блин, там хелбатов будет просто тоновые. Уже вот сейчас 8. 8 хелбатов плюс... А, дроп геликов плюс хелбатов. Короче, жесть какая-то еще творится. Викинги подрезают оверов по всем направлениям. Папер лэр. Были бейны, а еще ладно. Бейнов нету. Овера выбила. Сейчас дропчик зайдет. Ну, Демага молодец. Крипту мы же тут пилят везде. Так, залетает медивак. Но мейдер хорошо контролит. Видит прекрасно все. Несколько геликов там на третью едут. Трансформируются в хелбатов. Демага это видит прекрасно. А королев взять сейчас. Где королева-то? 10 лингов заказано. Королевы идут вперед. Надо отгонять, конечно, хелбатов. Не, ну, таким количеством королев Демага сможет отогнать. Я уверен. Трансфюзы идут. Гелики в тыл дропаются. Нахрена, какие гелики в тыл? Хелбаты в тылу образуются. Линги их изи сгрызает. Демага хорошо. Очень дерет. Смотрите, изи отбивается. В итоге красавец. 55-53. Ну, начало, считаю, в принципе, неплохое. Здесь контр-урыв был, но Беллинг Неста нету. Может, сейчас Беллинг Нест демаг запилит? Или есть у него Беллинг Нест? А, есть. И покатухи есть, кстати. Можно попытаться забеллинг бастить. Стеночку мейзу. У него вообще нихрена нету, кстати. Идея-то хорошая со стороны демаги. Нужно только сделать это нормально сейчас, скрытно. Так, здесь отбился от банши, по-моему, или от чего-то там. Демага, Беллинг и где? Морфи, давай. Ну, что ты, ё-моё, тянешь, Дима? Не хочет он пробить, что ли? Так, заходит, видит, нихрена нет. Бейнов морфить надо. Морфит Бейнов сейчас. Лингом правил. Сколько Бейнов будет? 9 штук. Всё, стенку испробить здесь вообще нихрена нету у мейджера. Вообще, три марика крестом. Ревеном видит происходящее сейчас. Два Ревена уже, офигеть. Пора врываться. Пора врываться. Автотурели попёрли. Надо выбивать одну, вторую. Бейлингами просто в депошечке. Три сразу депончика ещё минусуют, Димаг. 66, 92 по лимиту. Лингами надо в мариков грызаться. Хорошо Дима всё делает. Просто царь вообще. Просто царь. Здесь грызть всё к чертям собачьим. ХГ надо выбивать сейчас. Бейнами пытаться. Бейнов недостаточно. Линги протестнулись. Минус... Да нахрен у этого Ревена-то. Тебе похуй надо сверху тоже ломать. Димаг грызёт здесь. Кстати, демаджиная всё будет. И Бейны с покатухами уже. Бейлингами взрывай, Дима, стенку. Что ты делаешь? Бейлингов надо побольше. Взорвать и убить просто. Орден Тарсена будет? Нет, не будет Орденок Тарсена. Может никаких. Пробивает Дима на рамку. Заходит. Морики окружены. И это Бу-1. Димага идёт дальше. Красавчик вообще. Хорошо. Отыграл ГГ. Пишет Мейджор. Димага форму поднабрал. Смотрю так. Молодец. Красотун. Просто красотун. Кто там дальше-то у Димаги будет? А, Блай. Димага Блай. Нихрен сейчас ЗВЗ. Кто-то из них в полуфинале. Четыре зерга в этой части сетки, кстати говоря. Снизу там тиранчики идут. И Лайф с лейзером. И термальчик ещё бьётся. Ну что же. Тиранчики. Продолжение следует... 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 Так, ручей один подходит, здесь уже реводжера есть у Блая, ё-моё, надо аккуратнее быть. Да, ещё рабов подстраивает демага, воверами тут уворачивается от фаерболлов, и очень даже неплохо это делает, у демаги пошёл плюс один, делают суровоще, сейчас лэр будет готов к Блая, лэером здесь даже и не пахнет-то ещё. Прошу прощей, зато реводжеров четыре штуки, не по экономике Блая впереди, но демага муфроу, чем заказал зато, Блая тут овера подрезает, очередного подрезал, надо уходить, уходит Блая там домой, может шпиль демаги запилить, я не знаю, шпиль не пилит, зато плюс три овера пилит и шесть дронов пилит ещё демага, не знаю, будет ли он атаковать или нет, здесь Блая. Блая, демаг прогнал, роуч одного подрезал, демага отступает, не, ну демага нормально сможет подраться здесь, стопудово, ховера не забреет этими фаерболлами, Блая, надо прикрывать этих оверов, не знаю, что Дима там тупит-то, вышел бы вперёд, отогнал бы, сейчас всех оверов, что ли, отдать здесь, ну ем, здесь же их до хрена вообще, ну как можно так взять и отдать оверов вот этих, что за бред вообще, Дима, что ты делаешь, выйди ты вперёд, отгони ты просто на муве, хотя неплохо туда-сюда ездит, контролит вроде демага, через несколько секунд будет уже мув у роучей, Блай прочувствует этот момент или нет, четыре реводжера ещё пошло, линги плюс реводжеры могут роучей застебать, понимаете, в чём прикол, Так, пошёл Димаг вперёд, 52-57, боевого лимита Блая даже больше, всё, мув роучинг готов, реводжеры пытаются отступить, на пофиг врываться Димаге сейчас, и всё. Врывается по фаерболлам Димага, надо аккуратнее, 10 реводжеров надо делать из демеджа на хауче, Блая откидывается неплохо, но, так, третьих хат в Димаге нет, контр забегание, жёстко отступать, глупость сейчас, надо атаковать, Здесь слишком большой демош линги нанесут, не, ну, здесь Блая уже перевернул игру с ног на голову, тут, я думаю, уже шансов мало на победу у Димаги, остаётся после вот этого врыва с собаками, Если б не этот врыв, тогда да, сейчас третьего отменит, короче, Блая и Димаги, пока он здесь бегает, и всё, пиши, пропало, Ну, Блай молодец, Блай знает, с ГВД играть очень-очень хорошо, Ну, как, ещё дронов понагрызал, тут Блая димаги, жесть вообще, плюс два у Дима, Блая грейды по нулям, ну, плюс два, Роучи, Реводжеры, плюс два, могут затащить такую ситуацию, Димага Морфит, Реводжеров даже не видит, ещё там, на издемедженах Роучи Морфит, Давно ему Реводжеров было делать и оверов убивать, он чё-то тянул, я не знаю, чё тянул, ХЗ, Своего главного овера не подрезать, одна овера срезать, 130 на 7 по лимиту, здесь овером Блай улетает, Всё мимо, вот, Димага шмаляет своими фаербулами, у Блая тут линги есть, но тут забегание Димага ждёт нормально всё, Попёрло забегание на мейн, там на второй, здесь Димаг готов, надо бой принимать, Надо в другом месте базу Димаги вот занимать, Так, 78-80 по лимиту, Димага отступает, Дингвин Блай пытается вгрызться, отступил нормально, На плюс два можно втащить ещё реально, смотрите, Да, боевого лимита Блая чуть больше, но на плюс, я уже видел такую игру на Гоу ФОСК, Когда Хина просто, зерк французский взял и втащил Блая просто на плюс два грейдах, Наконец-то, Овера подбрил, Дима, 123-47, но нужно вот только на этом тайминге, всё, другого варианта нет, На Димаге идти вперёд и стараться убить сейчас Блая, по-другому он не сможет здесь выиграть, Фаербулл на очередного Овера попёрли, мимо, Что-то не сюда Димага кидать, Блая идёт вперёд сейчас, Пошёл замес Фаербулла со стороны Блая, ё-моё, как Димага в Фаербулла так же попадает, а? Постоянно Отступает назад, надо с ручьми бой принимать, да плюс два же есть, ну куда так панически бежать, Ну нужно же понимать преимущество грейдов-то, момент вот этот, на, контролить Фаербулла от Блая, Димага там сплитится криво, короче, надо, надо первым бой было Диме принимать, Если б он первый принял, шанс бы был, Блая вообще без грейдов играет просто, Димаге всё лучше реально было, у него был близок БО лимит, как только мух, точнее, плюс два доделась, Надо сразу было туда мчать, сразу же, но Димага не помчал, Ну как сказать, я попробую сейчас да всё хорошо, Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, вторая игра Димага против Блая. Блая 1-0 ведет. Ну, я не знаю, там дальше Зерги, Снут и Сортов. Как бы, кто лучше ЗВЗ играет, дальше и проходит, собственно говоря. Снут уже Сортов он огнул. Снизу Лейзер победила Лайва, красавец. Ютерма с Глючизм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие пары серьезные, там уже, если не про... Нужно будет смотреть, куда. Ну, я-то, конечно, за нашими будут следить. Сейчас, через секунду приду, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ну что тут? Третьи хатки пошли, ребят, уже. Это ЗВЗ, все быстро, достаточно на секунду отвлекся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Суртов с братком на ладере. Все, Суртов уже отдыхает. Смут победил его. Так, ну что, на 4 рабочих больше сейчас ублачим. Димага вот нагоняет, сейчас по рабам нагонит. Ну, Блайя, Линги уже пошли 16 штук и Роуч Ворон. Димаги Роуч Ворон-то пораньше будет, но чем собак останавливать, я даже хз. Так, 4 есть, 4 строится. Заберегая от Димага. Дрона одного заминусовал. Видят, что Блайда заказал собак. Роучи 4 штучки заказ. Нельзя отменить, дать третью хату Блайю. Блин, а Димаги нечем ее оборонять, понимаете? Так, ну, Линги строятся. Главное, протянуть время достаточно, чтобы Блайя не убил хату. Все, пора бой принимать. Блайя хату убьет сейчас. Ёма. Хату Блайя начинает сгрызать или не успеет? Не, не успеет. Смотрите, красота. Димага красавец встречает. Лингов сгрыз вообще все в мясо. 58-49. Это было хорошо со стороны Димы. Хорошо. Еще за наглость Блая. То есть он еще и Лингов не отпустил. Ему хорошее такое количество. Здесь надо врыв делать. Ну, что гоняется Димага? Блин, вред. Не надо гоняться. Роучи Линги вперед. Все, идет и все. И все, Блайя уже переселяться куда-то собрался. Королева минус. Третью, конечно, минусовать. Роучи выходит. Куда он там выходит? Так, Димага вырывается к рампе. Так, здесь Королеву округу. Еще один Роучи здесь у Блая появляется. Роучи заходит. Здесь прирост. Роучи убивает. Лингов надо подтягивать к третьей кате. Еще 20 лингов Димага строит. Нужно ли лингов столько много ему строить? Хотя с реводжерами можно и продолжить прессинг на самом деле Димаги. Здесь можно выбить вот эти личинки спокойно Блайю. Роучи выходят. Сливаются. Может, фаербулами кинуть не помешало бы Димаге сейчас по этим роучам. Вновь построенным Блайевским. 80 на 60 по лимиту. Роучи сейчас выйдут. А, нет. Это овера у Блая. Ну, надо заходить, минусовать. Только тянуть нельзя, Дима. Заходят Дима. Не тянет. Фаербулы поперли. Еще один фаербул. Ну, там несколько лингов проблевает Димага Блай. Выходят Брудлинги. Давайте Брудлингов боятся сейчас, пока Блай там новые будут эти эволюшены напиливать. Эволюшен минус. Все, теперь можно и зайти Димаги. Заходит, наконец-то окружает Блая. Сгрызается там по своим лингам фаербулы, но все-таки димаги больше. И, по-моему, Блай... Так, падает Блай или нет? Или Блай здесь отбивается еще? Блай еще умудряется отбиться. Реведжеры уничтожены. Линги чуть не успели дотекания. Здесь прийти Димагина. Сейчас только-только дотекает. Часть стоит, вообще не дерется. Дима, заметь ты их. Ёма. Линги стоят вообще не в бою. Что происходит? Эвку жми. Вот они, наконец-то пошли. Ну, тут похоже на 1-1, 63-52. Хотя нет, еще пока Блай не победил димага. Сейчас топ-топ очень жесткий. Или в ЗВЗ, или АХЗ. Трафарес. Но Снут так не считает. Поэтому, короче, Снута я развалил. Снута я развалил. Сорт-топа, собственно говоря. Так, 19-37. Блай, конечно, отбивается здесь. Но от этого толку мало. Хотя нет, он даже здесь еще Линги Роуч приходит. И как бы даже Блай не отбивается здесь ни от чего. Кажется, мы увидим третью игру в этой матче. Димага-Снута-то будет интересно. Безусловно. Если Димага победит, еще и третью. Да и Блай-Снут тоже будет интересно. Так, Димага бьется. Роуч и Линги сжирают. Линга в Блайч. Один Роуч. Давайте будет с Роуч Вороном драться. Блин, это не надо так делать, конечно. Блай чуть не сдается, как обычно. Чего он не сдается, не знаю. Здесь уже все очевидно давно-давно. Но Блай до конца гейминг устраивает. Кстати, иногда бывает, что и втаскивают в таких ситуациях. Поэтому до конца гейминг полезен для Старкрафта. Так, еще Роуч приходит. Еще Линги от Димаги заходят. Тут примерно равное количество юнитов. Так что Роучи и у Димаги бьют Катву. Сейчас Димаги больше становится. Можно Реведжера пампдморфить из демедженного Роучи. Димага разбирается с приростом. Четыре овера уже висит, блин. Пошел Реведжер у Дима, да. Это Лингов много навыходило сейчас. Пах, минус два дрона. Хороший фаербольщик от Димаги. Был доконтролил. Здесь еще Роучи Лингов. Миллиард, азиот, короче. Ну, я сейчас-то Блай их видит. Он все равно не выйдет, что ли. Все равно не выходит. Во Блай дает, а. Во Блай дает, а. Ну, че тянуть-то будет. 27 на 105 по лимиту. Куда? Куда Блай-то донешь? Все, ГГ, короче, пришли. Блай ждал, пока Димага его накажет просто. Судя по всему. И Димаг все-таки наказал Блая. 1-1. Блин, Дима сегодня ударил. Молодец, подтренился. Продолжать в том же тухе Диме трениться. Он уровень у него поднимется нормально, на самом деле. Еще выше. Потому что Димага на опыте, он всегда отличался тем, что не боялся там всяких игроков. Ну, то есть, авторитета какого-то там. Он сам авторитетный. В хорошем смысле этого слова. Так что дело такое. Ждем третью карту. Так, пошел инвайт, захожу. В хорошем случае. Продолжение следует... 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 Так, в связи с победой Эдимаки возобновляем быструю руку в чатике просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, еще пошел прем... Тед Дикой активировал премиум на ваш канал. Молодцы, ребята! Продолжение следует... Так, ну, Дэнвайтед, респект ему! Так, что не работает? Ну, другой канал активировали уже. Быстрее надо думать. Так, ну, так, надпиум. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вообще, вот то, что я боялся, 20 лимита, преимущество Снута, это 1-0 вообще в пользу Снута. Я думаю, здесь не справится Диме уже с обороной. Счёт на экране. Да. Счёт как-то да. Вот это вот, Беллингваст, это стабильность, это скилл как бы. То есть, роучи, роучи тоже с другой стороны, но переконтроливают всегда тот, кто лучше на данный момент контролит. Неплохие взрывы от демаги, но тут и по рабам, и по всем параметрам он стоит, и там третий есть, и у демаги третий, да и здесь он отбиться не может как бы. Да, пока что всё плохо, пока что всё плохо. Двигай, пишут Диме, 1-0. Диме, пишут 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 Диме, пиш Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лейзер против Ютермала ХЗ... Какая-то там ситуация непонятна... Но Снуд, конечно, просто... Топовый, топовый полуфинал, и Димага среди этих полуфиналов, ребят... То есть у нас что получается? Сегодня Димага причем обыграл Мейджера, обыграл Каса, обыграл Блая... Молодец, короче... Участник топ-4, точнее, Блескона и Лейзер в полуфинале... Топовый сейчас по уровню по ММРу Ютермал в Европе и топовый Снуд в последнее время... Ну, то Снуд, то всегда топчиком булка... Такие дела... Ну, очень провальный отыграл предыдущую игру Димага... Посмотрим, что в этой будет... Мне кажется, Снуд может тоже самое правильно делать... Может Димаги в роучке кто-то пытаться выходить со Снудом, я не знаю... Ну, посмотрим... Какой! Так, или Пламяfte продукты? Снимите確к���. Вот так... Сейчас... Мед Мей green... Спасибо за просмотр! Так, очередная инъекция пошла в хатку. От Снута. 10 лингов в Беллинг Нест. Тоже самое, где магия. Эволюшн Снут еще добавлять. А, еще и с дропами, видимо, Бэйнов будет это все происходить. Так, здесь димага лингами расконтролил. Снут у лингов убил. Догнать не получится. Здесь линги у димаги куда-то убегают. У Снута есть. Да, у Снута есть в ответочке линги. Димага вперед, не побежал. Что-то в районе Ксилнаги стоит, там ждет что-то. Еще 18 лингов у димаги делается. Где-то 2 бейлинга. Где они вообще морфятся 2 бейлинга? Дома морфят. Не здесь один. Благо, да, Лил Старка. Не думаю, что было это нужно, потому что у него как бы команда и очень хорошая команда. А вы помните про то, что поддерживать на меня мой канал, естественно. На премиум подписывайтесь, отключайте отблоки по возможности, ну и по реквизитам в описании или через плеер поддерживайте. В ближайшие дни настрою рутони чат, будет все автоматом выводиться на экран. Ну, пока времени не было сегодня, прям пришел, сразу стримить начал. Опять, ну... Ой, как димага отдавался здесь. Ну, вы видели, сколько вейлинг взорвал опять? Ну, что же за бред-то такой? И в итоге димага, конечно, отбивается. Отбивается. Но уснуто больше рабочих уже на десятку. Сейчас будет еще больше, чем на десятку преимущество. На пятнадцать уже чуть ли не на двадцать рабочих больше, е-мое. И плюс один уснуто делается. Димага роучий, правда, намасил сейчас. Сколько? Три штуки намасил. Прям намасил-то так намасил. Вот, то есть димага и вперед выйти не может. И по экономике он проигрывает сейчас, причем серьезно. Ну, сейчас подзаказал десять рабов разница. Может, как-то поднагонит, конечно. Лимита больше за счет роучий стало сейчас у димаги. Пока держится, пока держится. Ломиться не стоит. Плюс один еще эволюшен у димаги нет. Это плохо очень, потому что без плюс один будет тяжко биться. У твой семероучий еще пошло. Парабам 43 и 47 почти сравнялись. Но на десять лимита снуто просто больше. Это боевой, видимо. Так, крипту может димаг подрезал, а то шок. Здесь линк забегает. Эволюшен димаг не видит он на мэне. Это плохо. Что не видит, естественно. Тоже плюс один у димаги пошел грейд. Позже, чем у 49, 57. Парабам, снуд что-то там ма... Вот, при этом всем снуд и так преимущество, парабам, почти десятка. Он еще и заказывает что-то больше димаги постоянно. Сейчас вообще будет жесткое преимущество по рабочим. Димаги третье вообще не раскачано. Газ у снуд уже, ой, печаль какая. Так, лейер одинаково примерно. Ну, димага подстраивает, конечно, рабочих. Ну, 68, 54, ребят, но это несерьезно. Кира лучше. Рабочих да заказать сейчас побольше. Так, ну, пошел у димаги. Ну, тут у него будет... Ну, то есть он по лимиту, по боевому тоже отстает. То есть при такой экономике, если димага проигрывает бой, то это сразу провал. А димага проиграет, скорее всего. Вот сейчас 10 дронов еще заказал. С этой десяткой примерно вровень рабочих будет. Снуду там реводжеры делаются. Снуд может сейчас камни пробить и давить начать в ближайшее время, может, попробовать. Плюс 2 снуд не делает, значит, либо он завтыкал, либо собирается таймингу атаку какую-то показать нам. А то, что снуд завтыкал с продакшеном грейдов, у меня сомнения большие вызывает. Овера надо сбить. Димаг, чего овера-то не сбивает? Так, сбивает. Так, с овера димага. Снуду поворачивается просто и все. Надо как-то прямо под него накидывать. Хорошо, снуд реагирует очень. Не может димаг даже одного овера принять. Наконец-таки, сбил 167, 138. Снуд все мастится и мастится больше юнитов, чем у димаги. Димаги еще в supply block. Сейчас, может быть, он сейчас 3 овера плюс заказал. Еще одного овера снуду минус снуд. Supply block у снута и ксилнагу не контролит. Как снут? Момент прочувствовал. Ой, какая хорошая тайминговая атака. Сейчас от снута идет. Димага принимает бой. Ему вообще здесь драться не надо. Провал, провал. Смотрите, как он поговорил димагу. Увидел, что он отошел к коверу сюда. Возможно, снуд предположил, что димага не контролит ксилнагу. Пробил камни и резко проатаковал. Это понимание ситуации идеальное. Конечно, димага мог бы также контролить ксилнагу и вернуться, но... Красавчик. Жестко, конечно, снуд делает все. Ну что, снуд в финале. А лейзер с ютермалом все еще бьются. Сейчас посмотрим а лейзер и ютермал. Кто-нибудь стримит, наверное, что там у нас за урлот в игре происходит. Так, ютермал 1.0 ведет. Ну, в этой игре пока непонятно, кто победит. Ютермал здесь как-то не ведет жестко, я вам скажу. Спорка перекапывает, спритсбур. Привет всем, ребят, на всех каналах. Так, двора в поддержку надо добавить. Подзабыл за поддержку. Всем громадное спасибо. Ну что, если снуд против ютермала будет, так вообще замечательно. А, здесь вообще поддержки нет. Так, медивак там сбивается ютермал. Сегодня даже 5 полей по одежде закрыты. Спасибо всем, громадное. Димага там уже ладер катает. Оп, еще раз отменяет. Смотрите, первый раз лазер эскейп нажал, хату заново заказал лингами ютермал. Ютермал окружил марика фаунрайт кликнул в хату просто. И второй раз уже не жмет эскейп элэйзер. Вот он провал. Димага ютермал в финале вообще бы хотелось бы увидеть, но что-то не вкатывает пока. Лимит ютермала больше. 2.2 делается там тоже. 2.2 у лазерс. Может он какой-нибудь выход продемонстрировать? Крутую или нет? Посмотрим. 2.1 у лазерс. 2.1 у лазерс. 2.2 у лазерс. Ультромал летает, дропывается, королеву пробряет сейчас. Хорошо марик и лингов шатать, кстати. Бэйлингов ультромал отфокусил. И всех лингов он убьет здесь 100%. Марик 1-1 против лингов 2-2, конечно, но скоро 2-2, доделаю свою термал. Ну, это косяк по спорку медилаком вылететь. Так, не надо вылетать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Термалу желательно вот сейчас решать вопрос в этой игре. Пока больше лимита, пока грейды сопоставимы, потому что когда ультралы попрут, там уже очень тяжело ему будет биться в итоге. Так, там минки залпы очень даже неплохие такие делают. Так, два либератора на мейн тут прилетают. Здесь лейзер хорошо реагирует, ютермал сам снимается, уходит. Здесь врыв, стимпак пошел, бейлингов ютермал. Бейлингов-то отфокусил, но что-то лингов сзади до хрена прибежало. Так, 49-132, что ютермал надавался, правда и наубивал много при этом оппоненту юнитов. 48-127. Надо взять с мэна либератора два этих и лететь, шатать, мне кажется, куда-то убивать. Или там они все уже кончились. Не, не кончились пока, но еще вторую базу шатают. Ну, ютермал, что-то шевеление какое-то начало, около третьей. Просто ютермал ни четвертую не занимает, ни либератора в рейндж не делает. То есть он как-то вроде к лейтуни готовится, а... Так, королеву встречают либератора, наконец-таки. Ну, вот закупочка минком пошла. Интересный грейд. ФП от лейзера, вот ультралом там делается грейд, уже почти готов. И 3 в продакшене ультрал, кстати. А вот четвертый от ютермал от Сцеха. Хорошая такая игра здесь, вторая, лейзер ютермал. Ну, я не мог не стримить Диму, конечно. Как же не стримить Димагу против Снута было? Так, здесь низкомариков забили. Забыли. Либератор падает. Только 3.3 готова. Ютермал лейзера тоже 3.3 готова. Ультралов уже очень много как-то. Странно, что ни на либераторов, ни на... Ну, никакие грейды не делаются на технику ютермала. Так, здесь лингов убьет он быстро. КСМ их спас. Камни завалить можно или не будет ютермал заваливать? Нет, судя по всему, не будет. Двойной дроп на мейн с попыткой, так, либераторами помочь этому дропу хороший. Сканет ютермал, где спорка я не вижу, там стоит. Лейзер сразу же реагирует на это. Чё-то много королев слишком. Минус 1 либератор просто сразу же. Почему пранч либератором не сделать ютермал? Пытается всё ещё и лейзера шатать. Но нужно ли здесь шатать лейзер вообще? Может, лоб уже пора подраться было бы. Так, ультру пытается выманить на либераторов плюс минки. Так, минки больно делают ультралом. Один минус ультрал, сгнут на ультрала, пожалуйста, и лейзер развёл. Неплохо. Больно либераторы здесь бомбять, признаться честно. Успевает транс юзити лейзер при этом всю. Су-79, 166. Так, королевы там сбоку под либераторов заходят. Надо переразложить либераторов там тех двух. Королевы на муви сливаются сейчас ультралом. Чё он тупит-то? Либераторами смотрите ютермал какую позицию в итоге занял. 180 на 150 по лимиту. Позицию имбовую какую-то ютермал занимает. Ой, как минки жахают больно. Катит ютермал. Лейзер что-то бегает под либераторами там в очередной раз. Это 2-0 ютермал вообще в развале. Как он сейчас свалит-то хорошо ютермал. Ультрала подбрил. Корапторы не спасут. Здесь уже стопудово. Смотрите сколько бьет. 170 на 105 выносит в мясо просто. Там дробь наверх сразу попер. Ультрал не строится. Надо минки и либераторы дальше привезти просто. И будет замечательно всё тогда. Минки, кстати, с закупочкой уже все, что самое главное. Чё-то минкам закупка опять в моде, я смотрю. Ой, как минки больно делают. ГГ пишет, я лейзер. И я выхожу с этого стрима и жду финала. Сейчас я не знаю. Так, сейчас я позвоню домой, секундочку, ребят. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Субтитры подогнал «Симон» Пристройка завершена! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Ну что, шесть геликов. Выпиливаются криптомары, колбаты затрансформировались, идут вперёд, смотрите как Ютермалку пытаются тащить, но пытаться это одно, а затащить это другое, Ютермалку понимает, что что-то тут не втаскивается и пишет гг, ребята, 1-0, челлендж варс, я лучше из игры постримлю, чем рестримить буду, нахрен это надо. Так, странно, что у Друзья был, что-то сейчас удалился походу. Или где-то ещё есть нут у меня. Не, нету ни хрена здесь нута. Походу меня удалил, поэтому у меня остался, а я к нему заходить не могу, либо ЕХЗ что-то. Потом я взял дай то, походу только в лампу. Поехали. Походу мне. У меня не некий. Вот и дикий. Что это? У меня нет. У меня нет. Профессорты, океаны, что-то, конечно же, я делаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Вторая игра Ютермалс, а 0-1 против Снута проигрывает. Так, уберем клан, потому что... Нафиг. Ну, кстати, это получается соклановца Ютермалс со Снутом. В Team Liquid они оба. Через Рипера Ютермалс стартует. Ну, это Газбара, Рипер. Продолжение следует... Так, ребят, скажите, тут вопрос такой у меня возник. А есть ли какой-нибудь сайт по статистике игроков первого Старкрафта типа Али Гулака во втором Старкрафте? Может, тогда какие-то бетики будут ставочки пилить на первый Старик, тоже не знаю. Если кто-то шарит и скинет мне ссылку, буду премного благодарен вам, ребят. Ну, а также помните, что поддерживать надо, меняя мой канал, подписывайтесь на премиум, поддерживайте по реквизитному описанию через плеер также. Последний раз, короче, предупреждаю. Вот. Что-то вы обортили совсем уже. Какой-то палец-срач уже начался. Вот. Так. 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 Так Опять циклоны Гелиона Плюс с маленьким. Что-то опять термал опять возобновил игру эту циклонов. Я не понимаю, что это он решил так поиграть. Приходят роучи. Ну все эти шестью-то рейнджами циклоны роучи вообще тут наваливают как надо, блин. Так. От фаерболов бы нужно было вернуться. Еще два гелика приезжают. Реведжер минус циклоны просто тут на оклике валят королев, валят все, что могут. Но что-то отбиваются. Снуд, по-моему, достаточно легко. Так. Что-то Снуд резко врывается к Ютермалу. Почему Ютермал просто не может отыграть стандартных Мариков передрофить? Он круто отыгрывает. Здесь банша, конечно, понемножечку отбивается, но удар экономики серьезный уже нанесен здесь. Так, КСН уходит. Фаерболчик попер. От своих же фаерболов отходит Снуд. Здесь попытка выпилить гелика, но Ютермал вроде как должен отбиться. Сейчас две банши уже начинают здесь отбивать. 40, 60, 19. КСН, тем не менее, уже не вернуть. Это плохо. Три мула полетела. Не, ну пока еще... А, и третьи Сэшки. Пока еще Ютермала более-менее ситуация, но Снуд Нидус решит. Так, летают банши. Вот Нидус пошел. Сможет отбить Соютермал здесь? Армора еще нету, но есть кэш-гелики, может, сплэшем подрешают. Банши не успевают вернуться, но банши, кстати, с Инвизом и их три штуки уже, что самое главное. Что у Снука здесь есть? Пять королев, семь роучей. Ну тут банши, иди королев, выпилят просто втроем. Ну тут банши сейчас укусит. Сейчас еще приходит королева. Ну теперь же тяжело, надо поднять Сэшку Ютермал. Чего не поднимает он Сэшку? Поднимает, наконец, Сэшку Ютермал. Ждет пока... Так, оверсир здесь помогает, хорошо. Вычиниться Сэшку можно. Ну тут они тут, я думаю, не прокатят здесь, и это факт. Все с токлонами бой принимается. Еще одна королева вышла, королева минус, наглеется. Ну это, конечно, очень-очень жестко. Здесь Линги в лоб приходят, но Линга фызи там Ютермал отобьет. У него стенка-то есть. Короче, роучи выпиливаются, все выпиливается. Отобьется Ютермал здесь, это факт. Как же роучи падают быстро. Ну и, кстати, ну, Курабам на 20 роснуто больше, как бы, поэтому все окей. Сэшечку вычинил. Полетит на золото. Интересно, Ютермал или в какое-то другое место. Сейчас посмотрим мы. Я чуть не пойму, Ютермал в итоге-то он что играет, био или мех, непонятно. На обычную базу полетел, судя по всему, Ютермал. Гидроден уснуто добавляется. Здесь еще роучи линги идут в лоб. Ну, это все будет отбито в легкую. Три банши и четвертая строят. Сейчас вперед полетели. Так. Третьей цехи пока нет. Что банши смогут сделать? Смогут ли они вообще что-нибудь делать? Кстати, хата-то деможная. Сейчас Ютермал сможет хату с нутую эту попытаться отменить. Мне кажется, отменил. Отменит ее. Смотрите, хп-то здесь 600 всего осталось. Королева 2 выходит. На муви минус 2 королевы. Просто. Просто царь Ютермал. Куда ты полетел-то под королеву? Не надо баншу под королеву подставлять, Ютермальчик. Ну что ж тут творишь-то? Ну, только похвалил, сразу баншу взял, отдал. Что за бред-то? А, здесь атака идет в лоб. Ё-моё, что творит Ютермал? Взял, отдавал банши. Все, это 2-0. Пользусь тут скорее всего, б смыть на лимит. Если б он успевал контролировать... Уткорить успевает. Атакованный развитие завершено. Все еще живее всех живых. Я говорю, не статистика, а сикапа. А статистика, как на Али Гулаке общая. За все время там, или что-то такое. Паузу Ютермал просит. Ну, парабан вровень сейчас. Ну, по боевому счету, 19 на 40, это провал вообще. Если б сейчас Ютермал, приняв две королевы, дальше нормально контролил банши, улетел бы отсюда, вот сюда, ударил бы и сконтролил бы, то было бы замечательно. Но он был занят мультитаском и отдался в итоге. Так, королевы, все, на них идут. Паузу, гоу-гоу, гоу-гоу. Пишут все, все готовы стартовать. 1-1. И стим сейчас будет готов. Мариков, правда, пока, мягко говоря, немного. И где же вообще... А, вот первые медиваки пошли сейчас в заказе. Или это уже не первые? Нет, это первые медиваки. Танчик за бункером появляется. Еще факторочка пошла одна. Банши летят вниз. Четвертую под Харасик хочет Ютермал. Ну, под Харасик, что тут говорить. Плетка здесь ставится. Внутри дрончика минут уже стопудово. Банши улетают. Так, здесь какой-то выход намечается со стороны Снута. Хватит ли Ютермалу что подбить? 35-82, по-моему, ответ нет. Тем более... Ой, Ютермал видит все прекрасно. Ну, точнее, видит Ченжлингом, что здесь Ютермал видит. Сороконожку там между Мариков ходит. Не может выйти. Прям под Ченжлингом Ютермал загружается. Улетел. Какой провал вообще. Какой провал Ютермал сейчас делает? Это жесть вообще. Еще и под Ченжлингом прям улетел. И танки не на ХГ, а снизу, то есть, будут выбиты сейчас. Так, двойной дробь. Может, конечно, в Размене что-то этот дробь сделает. Там 12 роучей. Думаю, что нет. Даже в Размене этот дробь ничего особо не сделает. Ну, Снуд не спешит наломываться. Сейчас только он вперед пойдет. И, кстати, идет с разных сторон. Да, с разных пойдет сторон. Дробьчик на Мэйне разгружается. Щиты еще не готовы при этом. Все, мой какая печаль. Заходит Снуд. Танк и минус. Короче, Ютермал стал сложиться. Но сейчас ГГ напишет. Что 4 на 170. Идет Снуд. Что-то как-то Ютермал на отдавался. 2-0. 2-0. Идет Снуд. Идет Снуд. Идет Снуд. Идет Снуд. Идет Снуд. Идет Снуд. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Будут субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Двуха DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дrigан от Перещали DaleTorzok Мыmeden со встречами hmm Дальшеются GK Как же он против лингов контролит чётко, а, ребята? Это же просто жесть, посмотрите как. Блин, какой царь ютермал, а, просто смотрите, как он лингов унизил. Это же просто жесть. 3-4-19 в племиту, а с нут-то в пуш идёт, что самое интересное. И чего? О, риперы улетели, потери вы видите просто. Блин, красавец, красавец. Все б так риперов, как ютермал, контролили. Так все б царями и были бы, конечно. Но все царями быть не могут, поэтому дело такое. Так, приходят раваджеры. Фаербола на стим нельзя дать отменить стимпак. Ни в коем случае ютермал, это прекрасно понимать. Гранатки на лоу-граунд кидаются, марики становятся таким образом, чтобы отгонять бы этих всех реводжеров и т.д. и т.д. Так, ну что-то риперов все меньше и меньше. Реводжеры тут на халяву фаерболят. Один реводжер плюс, он погиб ещё. Так, фаербольчики летят. Марики нормально справляются, марики с обороной. Всё, фаербольчики на барак полетели. Вычинивать реактор ютермал не успевает. Ну тут один реводжер остался. Сейчас рипер ему объяснит раз на раз кто здесь батя просто. Вот. Темпач, стою в термал. ГГ еще стнут. Хорошая игра. Хорошая игра. Третью, четвёртую ждём. Харас дрелью? Какая страта против соседа? Как ты победил? Я захарасил его дрелью. Чаноль с 999 активировал премиум на ваш канал. Репортаж об одном из тех героев. Так, погодите. Репортаж. Куда я тыкаю? Куда-то не туда я тыкаю, ребят. Я хотел закрыть лишние ссылки все. А в итоге открыл случайно. Так, всё, закрываю. Так, всё, закрываю. Так, все, все сетки можно закрыть уже. Как? Вот так риперов надо контролить, иметь. Так, что-то у термальчика нет на месте, ждем. Так, из личных можно выйти. Все, осталось два канала, отлично. Так, кто-то приперся, кто-то приперся. Я ХЗ, кто-то приперся. Секундочку. Семь готов. Семь готов. Семь готов. Семь готов. Семь готов. Семь готов. Все, я здесь, ребят. Сосед заходил. Трубы там в туалете будут делать, короче, в итоге. Наверное, может, это они там и подсверлили, что-то не знаю. Короче, ребят, здорово. Всем, Димган, здорово. Всем здорово. Кто недавно подошел. Ютермал против Снута бьется у нас. 2-0 ввел Снут. Одну карту сейчас сделал Ютермал риперами. Вот, очень четко взял. Снут решил контрпушить лингами. Решил, что он может окружить риперов Ютермалу. Ютермал был не согласен. Он просто лингов расконтролил всех. Вот. Бери перфоратор. Может, отбойником прокрошить полк соседям снизу тогда. В отместку. Опа-на! Бейлингбаст от Снута пошел. Неожиданно. Просто в тупую бейлингбаст сейчас делает у нас. Ютермал, все еще не твори, что. Ох, запусил линг последний рипера. Блин, Ютермалу надо понять, что происходит сейчас. Иначе беда у него будет. Вот, он выдвигает КСМ-ку сейчас вперед. И если он Ксилнагу законтролит, то может что-то получиться. Снут видит, кстати, как КСМ-ка поехала. Вот в чем прикол. Так, если сейчас Снут успеет ворваться на... Да нет, что-то тут все плохо у Ютермала, по-моему. Бункера нет. Он-то не любит тираны бункера ставить. За это-то и поплатится сейчас у Ютермал. Но с другой стороны, если бейлингов на мейн много не пройдет, он успеет закрыть депошки, отступить мариками за стеночку. И КСМ их вывести надо как можно больше. Так, заходят бейны. Две штучки осталось. КСМ-ки нужно брать вперед идти. Так, берет КСМ-ка идет вперед. Мариков пытается раскатить. Так, одного бейлинга закатил. Второй живой там. У меня что-то лингов много все равно. Так, бейлинг вроде как взорвался. Ну, кстати, парабам врубень. Ютермал здесь... Не, он не отбивается в итоге. Все, в БГ. Он пишет. 3-1 снут просто в тупую бейлинг-баст решает. Да, это финал, Димган. Все написано сейчас было. Все написано сейчас в названии, короче. Ну что, делаю стоп-старт. Возвращаюсь без задержки, пацаны. Продолжение следует... Все написано сейчас... Как вам нравится... Редактор субтитров... Корректор А.Кулакова Продолжение следует...